Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС, в студии Виталий Волков. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Второй день информирования с участием генерального директора Госкорпорации Росатом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смоленская АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока. Суммарная нагрузка 3116 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. За 11 дней октября энергоблоками Смоленской АЭС выработано 748 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 22 миллиона. С начала года выработка составила более 16,7 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана 250 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 5 октября генеральный директор Росатома второй раз за 2021 год пригласил сотрудников отрасли на День информирования. Хорошо налаженная корпоративная сеть видеосвязи позволила присоединиться к трансляции 60 тысячам человек со 130 предприятий. Доклад Алексея Лихачева и его ответы на вопросы слушали в конференц-залах и на рабочих местах. В онлайн-аудитории был и коллектив Смоленской АЭС. Генеральный директор рассказал о текущем положении дел в корпорации, обозначил задачи. От концерна Росэнергоатом руководство отрасли ожидает рекордную выработку электроэнергии. По планам она должна составить порядка 220 миллиардов киловатт-часов. Смоленская АЭС с опережением сроков, проведя ремонтные кампании на энергоблоках, имеет все предпосылки внести достойный вклад в общее дело. Среди отличных новостей, которые вызывают гордость за отрасль и уважение компетенциям наших коллег, досрочный ввод в промышленную эксплуатацию 6-го энергоблока Ленинградской АЭС, 4-го по счёту с реактором ВР-1200 в России. Выполнение запланированных на 2021 год работ по строительству Курской АЭС-2. Запущена в Бондаревская ветроэлектростанция в Ставропольском крае. 5-я ВЭС Росатома. Строится в Северске быстрый реактор Брест-300 со свинцовым теплоносителем, который позволит на одной площадке генерировать энергию, производить и выполнять рефабрикацию топлива. Самый мощный исследовательский многоцелевой быстрый реактор МБИР будет работать в Димитровграде. Положено начало проектам в малой генерации. В планах наземная АЭС в Якутии, судовым реактором РИТМ-200 и 4 плавучих энергоблока на Чукотке. Включены в дорожную карту новые энергоблоки, взамен выбывающих из эксплуатации. В том числе два энергоблока ВРТОИ, Смоленской АЭС-2. Развивается и зарубежная деятельность. Всего в портфеле заказов 35 проектов. В 2021 году передан заказчику первый блок в Беларуси. Воплощаются в жизнь амбициозные планы в Китае, Индии, Турции, Бангладеш и других странах. Большое внимание генеральный директор уделил охране труда, следованию установленным правилам. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, как часть отраслевой культуры безопасности, тоже на повестке дня. Задача, стоящая перед всеми без исключения, соблюдение всех норм защиты, вакцинация и ревакцинация. В завершение отраслевого дня информирования 34 сотрудникам главный инженер Алексей Лещенко и председатель профсоюза Игорь Хомяков вручили награды госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС. Мне очень нравится формат онлайн-трансляции, будь то день информирования, конференция, либо это какой-то семинар. Для такого гиганта, имеющего в своем составе десятки, даже сотни предприятий, и на достаточно большом расстоянии друг от друга данный формат коммуникации очень актуален. Два сектора было озвучено. Первый – это безопасность, который условно можно было разделить на две вещи. Это охрана труда и COVID-19. Это та проблема, с которой столкнулось общество, мировая общественность в 2020-2021 году. Ну и второе – это цели, задачи, успехи корпорации на внешних и внутренних рынках. Задача корпорации, которую Алексей Евгеньевич поставил в 2021 году и в ближайшие 10 лет. Было приятно услышать, что 8 энергоблоков, это те дорожные карты, которые уже утверждены и развиваются, планируют ввести в эксплуатацию в ближайшие десятилетия. И там, в этом плане работ госкорпорации, имеются два блока – ВВРТО и Смоленская АЭС. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках в Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания.